Музыка Мы находимся на молодой плантации жимолости на территории МПО Сады России. Музыка Жимолость заложена специально для того, чтобы получать товарную ягоду. На самом деле в регионе ведь еще нет большого производственного опыта выращивать жимолость именно на товарную ягоду. И потому, не имея большого представления, мы собрали достаточно большой ассортимент здесь сортов, чтобы посмотреть вообще какие сорта в этих условиях смогут пойти, каковы они будут вообще в технологии выращивания, в легкости сбора. Поэтому здесь достаточно большое количество сортов представлено. Вы можете пройти, посмотреть, как от очень мелкоплодных до достаточно крупноплодных, потому что не всегда только крупноплодные сорта легко собираются. Иногда бывает мелкие сорта намного легче собирать, чем крупноплодные сорта. Вообще на самом деле мы очень довольны этим опытом, он очень хороший. Площадь здесь достаточно большая, здесь вот участок, на котором мы находимся, около 12 гектар. То есть площади впечатлительные и урожайность хорошая. Вот вы можете обратить внимание, что возраст насаждений где-то порядка 5-7 лет, но при этом жимолость достаточно себя хорошо чувствует. При самой, можно сказать, минимальной агротехнологии она хорошо себя показывает. И урожайность ягод, многие, ну то есть средняя урожайность по кустам уже в пределах кило-кило 200 с куста. То есть это очень хороший на самом деле показатель для такого возраста растений. Жимолость на самом деле у нас выращивается при самой минимальной технологии. Единственные обработки, которые проводятся, это механизированные с целью борьбы с сорняками. Вот, больше никаких обработок здесь не проводится, химических, в том числе и ни удобрений, ни подкормок, ни полива, ничего. И при этой минимальной технологии мы получаем впечатляющие результаты. Сорта здесь разные представлены. Есть и достаточно уже устаревшие сорта еще 70-х, 80-х годов. И есть более молодые сорта. Конечно, вот среди новых сортов это вот в основном бакчарские сорта, потому что они действительно заслужат очень высоких оценок и по размеру ягоды, и по вкусу, и по легкости сбора. Вот, ну, можно выделить на сорта, которые нас особенно впечатлили. Это вот, получается, сельгинка. Этот сорт очень легок в сборе. Он достаточно крупноплоден. И ягода плотная. Вот, например, есть сорта такие, как югана. Ягода крупная, ягоды легко собирать. Но ягода очень рыхлая на самом деле. И она, когда много собираешь в баночке, она начинает давиться, течь. Или бакчарский великан. Там вообще достаточно крупная ягода, кусты мощные. Все хорошо. Но тоже ягода достаточно такая рыхлая, прямо аж с полостями воздуха внутри. А вот такие сорта, как вот бакчарская, юбилейная, роксана, вот сельгинка. Они хороши тем, что ягода правильная, круглой формы и достаточно плотная и легка в сборе. Но вообще для товарной ягоды лучше, конечно, подбирать несколько разных сортов. Нужно подбирать сорта, которые раннего срока созревания и склонны к умеренному осыпанию. Их нужно в самые первые сроки собирать. Это очень удобно. Они упрощают вообще сбор. Главное, вовремя выйти на сбор. И нужно же обязательно закладывать сорта, которые, наоборот, очень способны долго висеть. И постепенно набирают сахар. Вот я могу выделить такой сорт. Вот по нашим наблюдениям, например, сорт нарымская. Он не осыпается. Он у нас в прошлом году. Некоторые кустики специально стали для наблюдения. Они у нас практически до снега долежали. И ягода вот только, наверное, начала в сентябре подвяливаться на кустах. И вот в июле, в августе мы подходили. Вкус действительно стал по-настоящему хороший, сладкий, жимолостный. В то время как в июне, когда мы собирали основные ранние сорта, он еще был достаточно кислогорький. И дать ему вот оценку на уровне всех сортов в эти сроки было сложно адекватно оценку. Поэтому для товарной жимолости нужно подбирать сорта разные. Вы знаете, проходя по этой ягодой плантации, можно, не пробуя, сразу выделить наиболее сладкоплодные сорта. Потому что насекомые, они не обманут. Они кушают те сорта, которые по-настоящему сладкие. Это югана. Очень хорошего вкуса ягода. Сладкая, крупная. Это сельгинка. По-настоящему десертного вкуса. Причем еще и крупноплодная ягода. Это бокчарская. Бокчарская, она вообще неповторимого такого вкуса. Даже чернику напоминает. Но у нее недостаток, она мелковатая. Но это сорт для детей. Вот если у вас маленькие дети, вот посадите бокчарскую, дети у вас будут очень довольны. Это вот именно ягода для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин